Центр культурных и торговых путей – все это знаменитое Хумаринское городище. И сегодня оно в объективе рубрики «Наше наследие». Хумаринское городище известно далеко за пределами республики и уже не одно десятилетие исследуется историками и археологами. Чем же оно примечательно, узнавала шерифат Лепшокова. Попасть из 21 века в восьмой всего за несколько минут – это не фантастика. Над Аолом Хумара высится скала с плоским плато наверху. Здесь-то и расположено знаменитое городище. Оно было окружено каменной стеной, которая ныне имеет вид вала. На вершине холма наиболее сильное его укрепление – цитадель, где проживала местная знать, состоявшая из булгар и алан. В ее первых раскопках еще в 70-х участвовал историк и археолог Назир Татаркулов. По его словам, сохранился и тот самый звездковый раствор, который применяли при строительстве укрепления. А было это более 1200 лет назад. На удивление, мастерские обработаны и камни, на которых ученые ранее обнаружили тюркскую руническую надпись. Поражает и ширина стен, доходившая порой до 6 метров, и высотой до 18. Кумаринское городище по праву считается одним из крупных на Кавказе. По мнению большинства ученых, оно относится к периоду Хазарского Каганата, одного из мощных государств наряду с Византией и Арабским Халифатом. С последними вел долгую борьбу Хазарский Каганат, имевший этот мощный форпост на территории нынешнего Карачаевского района. Железные врата Алании. Такое название городища учеными было дано неспроста. А все благодаря выгодному расположению. Эта крепость с ее обширными поселениями контролировала часть коммуникации северокавказской ветви Великого Шелкового пути. Знаменитый путь проходил через Гумбаши по Маринскому ущелью, сквозь территорию нынешнего каменомоста вверх до Тиберды и вдоль реки Гоначхир до северного приюта, и далее через перевал. Свидетельством тому являются многочисленные находки, ныне находящиеся в музее. Шелк, бронза, китайские зеркала, бизантийские монеты. Интерес к Хумаринскому городищу ученые проявили еще в XIX веке с присоединением Харычая к России. Но полномасштабные раскопки начались только в 70-х годах XX века. Тогда учеными были раскрыты многие тайны, хранившиеся под землей не одну сотню лет. Это был форпост на южных и юго-западных рубежах Хазарского Каганата. Театр военных действий был в районе Дербента, где Дербентская стена знаменитая, подходит к Гаспийскому морю. То эти Хазары туда переходили в наступление, то арабы сюда. Вот в этот период шла война долго. Через перевалы, наши перевалы Кавказа, в тыл заходили арабские войска. И когда мужское население находилось на войне, угоняли скот, детей, женщин. Вот основное назначение крепости – прикрыть вот эти перевалы. Есть еще одно предположение ученых относительно Хумаринского городища. Согласно церковным преданиям, в середине VII века святой Максим Исповедник был сослан в укрепление Схимарис, в чьей теменее XII века писалось, Максим Исповедник был сослан в страну скифскую, в Европе Аланье нарицаемая, в град Схимар. Как предполагал вид на ученых Анафиби Джиев, он мог быть отождественным Хумаринскому городищу, которое, кстати, помимо основной линии оборонительных сооружений, имело еще одну линию обороны – стену с так называемой боевой калиткой. Она также была раскопана в 1974 году. Эта калитка, мы предполагаем, что выполнила несколько функций. Во-первых, здесь раньше дорога шла вот по этому ущелью, сюда поднималась, кратчайший путь. Во-вторых, при случае осады крепости, могли спокойно отсюда ночью выйти, обойти, подождать даже, можно ночью, а можно подождать до утра, и когда начнется очередной штурм с востока крепостной стены, они могли напасть и ударить в тыл наступающему противнику. Хумаринское городище было не только важным стратегическим пунктом, но и центром ремесла и торговли. На площади более 20 гектаров располагались многочисленные поселения, встречавшие караваны Великого Шелкового пути. На пути к движению стояли дорожные указатели. Один из них – вкопанный капень, Мингир, датируется тем же временем, что и городище. На камне выдолблен крест, его форму можно разглядеть и сейчас. Примещательно, что стены расположены прямо в черте ула Хумара. Ученые продолжают вести здесь раскопки. Возможно, что Хмаринское городище еще откроет нам немало тайн прошлого. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район.